Сегодня представитель Украинского Южного Командования заявил, что украинские силы начали наступательные действия с целью освобождения оккупированных территорий. Все детали, согласно Южному Командованию, будут известны, когда операция завершится. Речь идет о многочисленных атаках украинских войск на Херсонском фронте. При этом украинцы, согласно их командованию, смогли прорвать первую линию обороны российских войск. Также сообщили о ракетном ударе по большой российской базе в глубине оккупированной территории и ее разрушении. Представители Пентагона сегодня тоже заявили, что речь может идти о широком украинском наступлении, хотя были осторожны, отвечая на вопросы о том, есть ли у украинцев достаточно ресурсов для такой операции. Масштабные наступательные операции украинцев в настоящее время являются политически необходимыми и в то же время с военной точки зрения рискованными. Если они не увенчаются успехом, то российские войска могут даже и продвинуться еще дальше, поскольку украинские части будут ослаблены. Западные союзники будут разочарованы, особенно европейские страны могут прийти к выводу о бесполезности бесконечного затягивания войны. В то же время осенью, тем более зимой, когда на Украине много дождей и мокрого снега, многие дороги раскисают, становятся труднопроходимыми. Можно вспомнить, как в феврале просто завяз на дорогах огромный российский обоз, который направлялся к Киеву. Наступление нужно начинать, если начинать до осенних дождей. Также скоро, вероятно, в ближайшие дни российские оккупационные власти станут проводить так называемые референдумы о присоединении к России. Референдумы эти никто не признает, но их будут рассматривать как серьезное поражение Украины. В украинском руководстве по поводу наступления были разные точки зрения. Политики говорили о его срочной необходимости, военные же не были уверены в наличии достаточной для наступления материальной базы. И сегодня о наступательных операциях не случайно объявило просто командование Южного фронта, а отнюдь не министр обороны, тем более не Зеленский. Украинцы пытались избежать громких заявлений до того, как наступление вылится во что-то существенное, если это произойдет. Другое дело, что в Америке все равно все средства массовой информации сообщали о попытках начала крупного наступления. Сегодня глава Международного агентства по ядерной энергии Гросси сообщил, что делегация экспертов МАГАТЭ выехала на Запорожскую атомную станцию. Когда именно эта группа должна прибыть на АЭС, каким их будет путь и другие детали, поездки не объявлялись. Переговоры о визите экспертов МАГАТЭ велись несколько недель. Помимо всего прочего, украинцы возражали против того, чтобы эксперты ехали преимущественно по территории оккупированной России, получая разрешение у российских оккупационных администраций, поскольку это могло бы рассматриваться как де-факто признание этих властей. Проезд же экспертов по украинской территории сделал бы необходимым затем переход линии фронта в регионе, где постоянно имеют место перестрелки и другие военные действия. Запорожская АЭС находится на оккупированной территории, но работает на ней украинский персонал и до сих пор подчиняющийся украинской администрации. В общем, маршрут поездки держится в секрете по этим причинам. МАГАТЭ, в случае, если это будет возможно, хотел бы и оставить на станции своих представителей, чтобы получать объективную информацию о том, что на АЭС происходит. Сегодня жители соседних со станции населенных пунктов продолжали эвакуироваться, а в некоторых городах Запорожья жителям раздавали на всякий случай таблетки с йодом, которые могут несколько снизить опасные последствия радиоактивного облучения. В выходные и сегодня в районе станции вновь были интенсивные обстрелы. Сообщили, что в результате одного из обстрелов было повреждено и частично разрушено здание всего в 100 метрах от одного из реакторов. Это было здание, в котором находились мастерские по ремонту оборудования и воспомогательные мощности для обслуживания станции. Вспышка стрельбы в районе АЭС имеет место с четверга. Обстрелом в последние часы подвергался также город Энергодар рядом со станцией. Там возникали пожары, в частности, и Энергодар оккупирован российскими войсками. Сегодня сообщили, что глава МОСАДА, Барная, на следующей неделе летит в Вашингтон для выступления перед американскими конгрессменами. В ходе закрытого брифинга он должен представить американским законодателям секретные израильские данные по иранской ядерной программе. Израильский премьер Лапид заявил, что ядерное соглашение с Ираном будет восприниматься Израилем положительно. Только если оно будет подкреплено убедительной военной угрозой со стороны США. С Ираном можно заключать договоренности, сказал Лапид, только если иранцы знают, что за нарушение им придется заплатить большую цену. По мнению Лапида, в 2015 году Иран согласился заключить ядерное соглашение только потому, что до этого США продемонстрировали в ходе военных учений действия их сверхмощных бомб, способных пробивать самые хорошо защищенные укрытия, закрытые многими метрами бетона. Хорошее соглашение с Ираном, сказал Лапид, будет иметь больше условий, не будет иметь даты прекращения его действия. Это будет касаться также иранской ракетной программы и поддержки Ираном террористических группировок на Ближнем Востоке. В Израиле сегодня опубликуют оценку Сирийской комиссии по правам человека, которая имеет многочисленных информаторов в Сирии. Согласно им, израильский воздушный удар в четверг нанес необычайно большой ущерб иранцам. В результате бомбардировки был уничтожен склад, в котором хранились больше тысячи иранских ракет. Это ракеты среднего радиуса действия «Земля-Земля», которые собирались в Сирии под эгидой представителей стражей исламской революции. В следующей части о гуманизации Пентагона. Оставайтесь с нами.